Ремонтные работы завершены. Запасов угля достаточно. В качестве топлива на РК-2 используется экипостузский уголь. На сегодняшний день запас угля составляет 48 тысяч тонн. Однако на вопрос, будут ли проблемы с подачей тепла, как в прошлом сезоне, специалисты отрасли однозначного ответа не дают. Бывают все моменты, внештатные моменты бывают. То есть дефекты по трубопроводам, также дефекты по котлоагрегатам. Но мы верим и надеемся, что мы для этого и работаем, чтобы в наших домах, наших потребителей было тепло. В начале отопительного сезона, как шитаутцев, не совсем обрадовала новость об увеличении тарифа. Это связано с ценами на топливо. Среднесрочный тариф утверждается сроком на 5 лет. На отопительный сезон 2022-2023 годов произошло повышение стоимости экипостузского и майкубинского угля на 30%. Также повысилась стоимость транспортировки угля. Соответственно, указанные причины увеличивают годовые затраты по тарифной смете. Тариф поднялся у нас до 4760 тенге и составил рост 15,28%. Если смотреть в разрезе групп потребителей, то для населения мы подняли на 20%, для юридических лиц 15% и для бюджетных организаций 12%. При распределении тарифа между группами потребителей рост идет именно в сторону группы населения. Кроме того, существует проблема подключения бесхозных домов к теплоподаче. В текущем отопительном сезоне специалисты заверили, их подключение будет осуществляться в последнюю очередь.